Кто-то делает это для красоты, кто-то так прячет шрамы, а кто-то хочет просто выделиться из толпы. Специалисты говорят, что в Барнауле это есть у каждого шестого горожанина. У меня пока нет ни одной. Меня зовут Дарья Эдемилер, и сегодня ближе к телу будут татуировки. Половина россиян до 25 лет имеют тату. Первые салоны с художниками по телу появились в Барнауле в начале нулевых. Сегодня в городе более 25 студий, и это без учета тех мастеров, что работают на дому. Мы решили узнать, кто и зачем делает тату в Барнауле. Рассмотрим этот вопрос со всех сторон. Татуировки – самый древний способ украшения тела. Уже 60 тысяч лет назад наши предки украшали себя такими рисунками. Ими клеймили своих. Тату отражали социальный статус или профессию. Это Александр. Ему 25 лет. Учится в ординатуре при Барнаульской больнице скорой помощи. Будущий хирург. На его теле три татуировки. Все так или иначе связаны с медициной. Вот надпись на руке. Что значит? А вот что она значит, я не скажу, потому что об этом не знает практически никто. Здесь написано просто одно слово, связанное с работой. Это санскрит, мертвый язык. Переводы этого слова я ждал около, наверное, двух месяцев. Кстати, Минздрав в лице Александра предупреждает. Не всем можно украшать тело татуировками. Среди ограничений – аллергия на краску, заболевания крови, непереносимость боли. Ну, ограничений достаточно большое количество, потому что есть ряд различных факторов, которые противоречат нанесению татуировки на организм. Первое, можно сказать, это нельзя беременным и девушкам во время инструации проводить сеансы татуировки. Ну, у беременных и так идет перестройка организма, очень серьезная в связи с беременностью. Это очень большое нарушение гормонального фона. И на фоне беременности могут проявляться некоторые заболевания, которые раньше их не было, но они появляются, получается, только на период беременности. Вот. Во время менструации у девушек тоже нарушение гормонального фона, увеличенный риск кровотечений. И есть и другие ограничения, в том числе религиозные. Например, ислам, иудаизм и христианство строго запрещают любое изменение своего тела. Православие объясняет это так. Тело – это храм Духа Святого. В Священном Писании Ветхого Завета, в книге Левит, 19 главе, 28 стих, сказано, что не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте себе письмен. Собственно, это и есть прямое указание на то, чтобы человек не прибавлял всего, чего лишнего. Таким образом, не осквернял свое тело, потому что в Новом Завете уже апостол Павел в послании Коринфянам говорит, что тело человека – это сосуд Духа Божия, это дом Божий. И как мы дом Божий не должны осквернять, как здание, и так и человека. То есть человеческое тело, к нему не нужно относиться пренебрежительно. Но райские врата откроются и перед обладателями татуировок. Со слов отца Дмитрия главное – раскаяние. Например, причисленный к лику святых император Николай II, пребывая в Японии в 1891 году, сделал на руке татуировку дракона. Но после искренне раскаивался. Кроме того, и среди священников есть обладатели татуировок, говорит отец Дмитрий. Но рисунки на теле они сделали до прихода в церковь. Хирурга Александра перспектива попасть в ад не пугает. Он верит в медицину, и татуировки – лишнее тому подтверждение. Здесь оказание медицинской помощи. Под скальпелем хранить врачебную тайну. И здесь под медсестрой осторожно и бережно обращаться с пациентом. Здесь графика, акварели, даже геометрия. Все как в настоящей картинной галерее. Стили татуировок тесно пересекаются с направлениями искусства – современного и классического. Существует около 50 стилей татуировок. Реализм, графика, акварель, дотворк, традиционал, полинезия, биомеханика, япония, олдстайл. Тату-мастера, среди которых немало профессиональных художников и дизайнеров, создают на теле настоящие шедевры. Но правда, не для продажи. Как в любом декоративно-прикладном искусстве, в принципе, внутри татуировок, есть некое массовое явление, традиция, шаблоны, стандарты. И уникальные явления с технической стороны и с тематической стороны. Они великолепно сделаны и они очень необычны. И здесь с натяжкой, мне, конечно, сложно говорить прямо, но с натяжкой можно назвать это предметами, элементами именно искусства татуировки. Это некие уникальные проявления. Один из таких уникальных экспонатов – принцесса Укока в Национальном музее Минианохина в Горноалтайске. Умыми и возрастом 2,5 тысячи лет были забиты обе руки от плеч до фаланг пальцев. В основном это были изображения животных, фантастических и реальных. Есть сейчас примеры, когда сам образ татуировки, вообще элементы татуировок используются в современном искусстве так или иначе. Вот буквально на днях Вадим Климов выложил у себя в Инстаграме прекрасную греческую статую, забитую татуировками. Вот, я думаю, что это интересный объект как раз современного искусства. И художница из Новосибирска, Майяна Нособулова, сейчас тоже занимается использованием татуировки в своем искусстве. Она их вышивает. Наколки, иголка, только вышивка. Очень интересно она адаптирует в своем творчестве именно эту тему. И если говорить о популярных татуировках, то в топе запросов у барнаульцев животные – волк, медведь и тигр. Реже львы. Также чаще других встречаются рисунки цветов и деревьев. Но выбор, как правило, диктует не только мода. Пришла девочка, и она говорит, у меня необычная просьба, я говорю, я делаю только татуировки. Она говорит, мне нужно диван. Я говорю, каталоги мебели принесла. И она такая поняла, что мы на одной волне. Она говорит, вот мне нужен такой диван. Но это из мультфильма «Красавица и чудовище» на таких кривых ножках такой веселый диван. Зачем он ей нужен? То есть, ну вот честно, ну это же здорово. Фильм не страшно. Стю, давай, просыпайся, у нас... Где мы? Ты взбесишься, но все будет хорошо. Что, мой зуб? Это настоящая татуировка! Это в кино. А в реальной жизни большинство тату-мастеров откажут таким клиентам. В их числе и Роман фон Гаузен. Еще он не делает татуировок на лице, рисунке, на религиозную тему и тату-надписи, содержащие мат. Но охотно может набить ложку икры или оригинальные парные тату. Вообще люди приходят и говорят, мы хотим парные, но не знаем что. И я начинаю, как со многими другими клиентами, которые сомневаются, начинаем общаться, говорить о том, что вам нравится, с чем связана ваша жизнь и так далее. И вот муж говорит, ну вот как рыбалка. Я говорю, о, а давайте сделаем, говорю, там рыбка и блесна. Им так это понравилось, причем, ну люди такие достаточно уже в зрелом возрасте, все. Говорят, ну-ка рыбку, да. Жене мы сделали форель, а мужу блесну сделать. Причем там надо, блесна вот должна быть не такая, вот для профессионалов. Популярность татуировок на теле сейчас набирает обороты, но мифов вокруг них меньше не становится. Мы выяснили, что правда, а что нет. Итак, миф номер один. Тату – это опасно. В кресле тату-мастера можно заразиться ВИЧ-инфекцией или гепатитом. Это неправда. В специализированных салонах мастера используют одноразовые инструменты от иголок до дезинфицирующих салфеток. Миф номер два. С татуировкой нельзя загорать. И это действительно так. Ультрафиолет – злейший враг чернил. На солнце они выцветают. Миф номер три. Тату нельзя мочить. Это не совсем так. В первые дни после процедуры с водой действительно лучше не контактировать, чтобы дать пигменту закрепиться в коже. Но после заживления можно мыться, как раньше. Миф номер четыре. Со временем рисунок потеряет четкость и перестанет выглядеть аккуратно. Необходимо регулярно приходить на коррекцию. Это правда. Вот фотографии тату до и после коррекции. Следующий миф. Татуировки – это больно. Здесь все зависит от человека. Бывают люди с низким либо высоким болевым порогом. Но и тем, и другим больнее всего делать тату там, где близко кости. Миф номер шесть. Это самый обсуждаемый миф. После нанесения первой татуировки очень сложно остановиться. Психологи называют пристрастие к тату синей зависимостью и приравнивают ее к алкоголизму и наркомании. Да, зачастую татуировки так и работают, но все зависит от человека. Еще один миф – тату – это дорого. Это правда. Фиксированной цены на рисунки нет. Чем татуировка больше, тем она дороже. Также существует миф, что с татуировками тяжело найти хорошую работу. Понятно, в шпионы обладатели тату не возьмут. Госслужба, работа в банке, правоохранительных органах также исключает рисунки на видном месте. Если вы планируете карьеру, карьерные росты, хотите быть топ-менеджером в какой-то крупной компании, конечно же, татуировки здесь приветствоваться не будут. Я преподаю на президентской программе подготовки управленческих кадров в Политехническом университете уже 10 лет. Я ни одного руководителя, который повышал квалификацию на президентской программе, не видела с татуировкой. Но вот это как-то не принято. А вот представители творческого цеха могут смело носить такие рисунки на своем теле. Так они привлекут к себе еще больше внимания. Психологи говорят, что татуировки набивают чаще всего именно для этого. Татуировки – это не просто модное украшение. Социальный статус, черты характера, хобби, интересы – она может рассказать о человеке многое. И сегодня все больше людей общаются друг с другом посредством рисунков на теле. У меня все еще нет ни одной татуировки. Вот осмелилась только на переводное тату. Эти птицы будут напоминать мне о свободе. Меня зовут Дарья Демиллер. Сегодня ближе к телу были татуировки. Увидимся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова